Сергей Смирнов встретился с директором Магаданского военного спортивно-технического центра «Подвиг». Речь шла о текущем ремонте и подготовке к новому учебному году. На каникулах руководство учреждения планирует обновить учебно-материальную базу. На данный момент все работы осуществляют за счет собственных средств клуба. В свою очередь, председатель городской думы не остался безучастным и принял решение оказать помощь в пользу Центра дополнительного образования. У нас встречи уже стали, можно сказать, традиционными, потому что мы стараемся раз в год и не первый раз уже приезжаем в клуб «Подвиг». Я считаю его одним из самых, скажем так, эффективных учреждений по воспитанию подрастающей молодежи, особенно мальчиков, юношей. Знаю много семей, много непосредственно воспитанников, которые, какими пришли сюда, какими вышли, стали настоящими, достойными членами нашего общества. Поэтому считаю принципиальным встречаться и интересоваться, и по возможности помогать решать какие-то возникающие проблемы. Сергей Смирнов говорит, что пристально наблюдает за работой клуба «Подвиг», а также отмечает, что руководство учреждения не стоит на месте, а находится в постоянном поиске возможностей для улучшения условий и материально-технической базы. Так, например, в новом учебном году откроют класс альпинистской подготовки. На данный момент у клуба есть некоторые материальные сложности касаемо приобретения покрытия для тренировочного спортивного зала. Данный вопрос председатель городской думы взял под свой личный контроль. Основной вопрос, который я озвучил, мы сейчас ведем ремонтные работы в спортивном зале. До этого мы закупили покрытие напольное, но только на ползала. То есть вторую половину зала, я надеюсь, что при помощи, при поддержке Сергея Владимировича мы все-таки осуществим. Также дополнительно проводим здесь косметический ремонт. Но это уже мы дополнительно будем с Сергеем Владимировичем разговаривать. Как только у нас будут коммерческие предложения, я этому озвучу и мы дополнительно встретимся. На данном этапе в клубе «Подвиг» ведут работы по текущему ремонту спортивного зала и стрелкового тира. Кроме того, так как сейчас педагоги и инструкторы центра не загружены занятиями, все они задействованы на улучшении материально-технической базы, а также приведении в надлежащий вид учебных классов. К началу учебного года клуб будет готов к приему воспитанников. Сейчас их 130 человек. Учреждение работает и преподает дисциплины в рамках программы «Основы воинской службы». В нее входит множество дисциплин, такие как изучение уставов, истории вооруженных сил, спортивная подготовка, огневая, строевая и многие другие. Продолжение следует...